Девушки отдыхают 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 Бывшая звезда Complexity и Evil Genius Дэнни Фрод Монтанер объявил, что будет играть в следующем сезоне ESEA Invite. Монтанер находился в инактиве с июля 2012 года, когда его CS 1.6 команда CheckSix была расформирована. Несмотря на многие просьбы своих фанатов вернуться в CS GO, Фрод хранил молчание. В одной из тем на форуме ESEA Дэнни написал, что уже несколько недель играет в CS GO и попробует свои силы в ближайшем сезоне ESEA Invite. С кем именно будет играть Фрод неизвестно, но после ухода двух игроков из Team Dynamic стоит ожидать его появления в составе с Нассингом. Дэнни Фрод Монтанер появился на просцене в далеком 2002 году, закончив CPL Winter на 17-24 месте в составе команды Green Birds. После этого он попал в United 5, с которыми занял седьмое место все на том же CPL Winter годом позже. Затем было пятое место на CPL Winter 2004 в составе Complexity, а в 2005 год стал успешным в карьере игрока. Пятое место на Acon 5, второе место на CPL Barcelona и победа на ESVC. В 2006 году Complexity выиграли в SVG и The Championship Gaming Invitational, а затем перешли на CS Source и стали выступать на CGS, где быстро стали одной из сильнейших команд. История у игрока и его команд очень богатая, поэтому неудивительно, что подобные персонажи ненадолго уходят из киберспорта. Посмотрим на его результаты. Всемирные компьютерные игры World Cyber Games – крупнейший международный чемпионат по кибериграм, ежегодно проводимый с 2000 года южнокорейской компании World Cyber Games Inc. при поддержке Samsung и с 2006 года Microsoft. Число участников страны призовой фонд турнира с каждым годом увеличивается. WCG – это крупнейшее игровое состязание в мире, аналог олимпийских игр для киберспортсменов. Более одного миллиона зрителей смотрят турнир каждый год. Он объединяет геймеров со всего мира из нескольких десятков стран. Каждая страна-участница проводит предварительные отборочные раунды, прежде чем отправлять лучших игроков на финальное соревнование. Свыше 800 участников из 78 стран участвовали на финальном соревновании WCG 2008 в Кёне. World Cyber Games ведет свою историю с 2000 года. Турнир задумывался как крупнейший игровой поединок. Девиз WCG – больше, чем игра. Целью организаторов является продвижение видеоигр в массы, разработка цифровой зрелищной культуры. Оргкомитет турнира WCG 2013 начинает потихоньку оживать и дает небольшую информацию о самом турнире. Сегодня на ютубе был выложен первый промо-ролик турнира World Cyber Games этого года. В ролике нам показывают историю развития турнира и рассказывают очень интересную статистику о гранд-финале прошлого года в Китае. Помимо этого, в ролике впервые официально представлен и логотип турнира WCG 2013. Этот познавательный ролик рекомендуется к просмотру всем фанатам турниров серии WCG. Организаторы турнира World Cyber Games заявили, что в этом году соревнования пройдут с 28 ноября по 1 декабря. Турнир WCG 2013 будет проведен в Китае в городе Куншуань в конце осени. Об этом стало известно из официального заявления на сайте WCG. Турнир будет проведен в течение 4 дней. Субтитры делал DimaTorzok Еще одна страна из СНГ подключилась к гонке вооружений в киберспортивной среде. Сегодня официально стало известно о том, что в Кыргызстане появилась первая сильная команда по CSGO. Об этом заявил в интернете известный среди молодежи бишкека киберспортивный геймер Диаско. Вот что именно сказал Диаско. Сегодня мы наконец определились с нашим составом по дисциплине CSGO. После многих недопониманий и тернистых ситуаций мы совместно с организацией CyberSport в Кыргызстане пришли к решению сформировать состав, который в дальнейшем сможет показать результат на международной киберспортивной сцене. Я играл со всеми игроками в этом составе и могу быть уверенным в каждом. Думаю, с этим составом мы добьемся того, на что нацеливаемся. В данный момент мы очень мотивированы и постараемся сделать все, чтобы прославить нашу страну. Также я хотел бы выразить благодарность нашим менеджерам и клубу CyberSport. Сообщается, что эта команда будет представлять Кыргызстан на международной лиге SLTV Star Series. Парни начнут играть в дивизионе SLTV AM Series 13 мая. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Всем пока. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех событий в мире киберспорта. Продолжение следует... Продолжение следует...